Привет всем любителям цивилизации. Меня зовут Лёша Халецкий и вы на канале Лёша Играет. Кстати, незамедлительно подписывайтесь на него. Чем больше подписчиков, тем больше у меня желания продолжать делать видео. Спасибо всем посмотревшим и прокомментировавшим первое видео. 300 просмотров за 3 дня это, по-моему, замечательный результат. Да, по поводу комментариев. Я разместил это видео на нескольких форумах, в социальных сетях и, естественно, там люди комментировали. Так вот, я прошу комментаторов этого видео, либо дублируйте, либо оставляйте основные комментарии на YouTube к этому видео. Объясню почему. Тогда, как бы, все критические замечания соберутся в одном месте, а не по разным раздробленным местам. Ну, вообще, в принципе, конечно, поступайте как вам удобнее. Можно дублировать, например, оставить комментарий на форуме и продублировать его на YouTube. Так, со вступительным словом я заканчиваю. Перехожу непосредственно к стратегии. Сегодня мы рассмотрим стратегию развития за Египет, которую я называю «Четыре гробницы». И так, как всегда, я играю не против компьютера, а в онлайне. Причем, обратите внимание, один из моих соперников тоже будет играть за Египет. Будет интересно сравнить. Отмечу, что против компьютера эта стратегия на божестве идеально работает. Конечно, в отличие от предыдущего видео, где мы рассматривали быстрое развитие до рыцарей, эта стратегия подойдет не всем нациям. Больше всего, как понятно, она подходит Египту. Хотя другие тоже могут ее использовать, но для них она даст не настолько много бонусов, как для Египта. Начало банальное. Ставим город. Дуболома отправляем исследовать территорию. В исследованиях ставим сразу на лайбрари, на письменность, чтобы не отвлекаться потом на исследования. А в городе строим монумент. Все, как обычно, ничего сверхоригинального. Итак, фишка этой стратегии в уникальном здании Египта. Напомню, это гробницы по... Не знаю, правда, как перевели на русский язык. По-английски Burrell Tomb. Это здание заменяет храм и дает 2 плюс 2 культуры и плюс 2 счастья. А в ветке традиции есть полиси, которая сразу бесплатно в ваших городах, в 4 ваших городах, строит культурное здание. Вы, надеюсь, уже поняли. Наша идея в том, чтобы построить 4 города, в котором к открытии этой полиси уже были бы построены монументы, чтобы сразу получить бесплатно 4 гробницы. Так, в столице монумент построен. Теперь строим здесь скаута. Напоминаю, разведка важна для любой игры. И знаете, где находятся ваши противники, что они в это время делают, важно. Так вот, 4 гробницы. Это сразу даст плюс 8 счастья и плюс 8 культуры. Бесплатно, даром. Это, не знаю, нету даже таких чудес света, даже по отдельности. По-моему, сколько? Плюс 8 культуры и Стоунхедж дает, да? Так, отвлекусь. Первое полиси. Берем традицию. Традишн. Это дает плюс 3 культуры в столице. Это важно для того, чтобы быстрее брать полиси, не отставая. Так, в столице уже готов скаут. Мы ставим пока зернохранилище, Гренерей. Но как только будет открыта письменность, мы переключимся на Великую библиотеку. Потом расскажу по поводу Великой библиотеки, там свои нюансы. Так вот, только Стоунхедж дает плюс 8 культуры и плюс 6, если мне не изменяет память, кто-то, Майя Софья, не помню, или Сикстинская капелла. То есть, 2... лучше, чем 2 чуда сразу. Так, теперь как раз берем Либерти. Волю, по-моему, она переводится. Идея сейчас по поводу соушиал-полиси в том, чтобы взять еще 2 полиси в Либерти, а после этих 2 как раз ту полиси в традиции, которая даст нам 4 бесплатных культурных здания. И вот фишка этого видео в том, чтобы так построить 4 города и в них 4 монумента, чтобы успеть к принятию этой полиси. Итак, открыли письменность, строим в столице Великую библиотеку, а в исследованиях вообще можно сразу ставить акцент на железо, то бишь сразу ставить, открывать все по очереди до железа. Но я предпочитаю сначала вот открыть мессенрей, чтобы близлежащий мрамор присоединить к своей сети роскоши. Во-первых, он помогает в строительстве чудес света, хотя в данном случае, по-моему, я библиотеку и без него успею построить. А во-вторых, естественно, счастье нам нужно. Да кому это счастье-то и не нужно? Все ищут счастье в этой жизни. Вот немцы. Я нашел немцев. Далековато. И судя по их территории, им муторно будет ко мне. А, да, я напомню, что мы играем тут без варваров, поэтому бонусы от немцев невелики. Я не знаю, почему игрок стал играть за немцев, зная, что нету варваров. Наверное, очень любит эту нацию. Но, честно говоря, играть за немцев без варваров, лично я не рекомендую. Хотя сильный игрок, конечно, за любую нацию может выиграть. О, смотрите, как их вообще горами огородило от меня. То есть я вот с той стороны слева подобраться не смогу. Только вот через тот маленький перешеек, где мы увидели. Итак, следующую полиси я беру бесплатного поселенца, потому что если брать рабочего, то у вас могут... Может так получиться, что вы полиси все остальные быстрее примете, чем построите монументы и города. А напомню, что при основании города все больше, чем больше городов вы основываете, тем больше очков для принятия очередной полиси нужно. И вот надо так аккуратно рассчитать основания городов, чтобы как раз подойти к той полиси в Tradition, которая даст нам 4 бесплатных здания наших, 4 гробницы, к которой мы, собственно, и стремимся. Так, вот мессенджер я открыл, и в исследованиях ставим теперь без вариантов на железо и вперед к железу. Кстати, хорошее в этой стратегии то, что вы, ну, вы спамите городами, вам надо будет 4 города поставить, хотя вы не видите, где находится железо. Хотя, опять же, оно вам будет нужно, чтобы воевать. Так вот, где бы вы эти 4 города не поставили, у меня еще ни разу не было, чтобы я не попал на железо. Я всегда попадаю... Обычно даже 2 ресурса железа в моих городах обязательно появляются. Ну вот, второй город мы основали, замечательные ресы вокруг, которые и помогут в развитии, и в росте, и в строительстве. Этот город будет явно у меня клепать войска в будущем. А в столице от... Значит, рабочих мы берем от, правильно, от городов-государств. Если вы играете без городов-государств, конечно, придется и вам строить, но на самом деле рабочие вам не очень понадобятся, вот до тех пор, пока вы не получите те бесплатные гробницы. Не забывайте просматривать демографию, чтобы знать, как развиваются ваши соперники. Вот, видите, я второй по количеству солдат, недалеко отстаю от первого. Это значит, что никто не готовит раж никакими войсками, так что мне не стоит волноваться по этому поводу. А это, в свою очередь, значит, что я могу спокойно строить великую библиотеку. Если бы вы видели или думали, что на вас готовится раж, то вместо библиотеки отдавайте вашей столице приказ спамить дуболомов. Потом, который вы проапгрейдите в мечников. Это не повлияет на вашу стратегию, собственно. Вы все равно успеете поставить четыре гробницы. Единственное, что философию вам придется открыть собственными силами, но у вас хватит времени. Хватит времени открыть собственными силами, а не через великую библиотеку. Не забывайте заключать мир с вашими городами-государствами, соседями, у которых вы сперли рабочих. Ну, нету смысла с ними сейчас воевать. У вас нету войск, которые подставлять под города-государства. Ну, чтобы они не мешались своими войсками на вашей территории. Заключайте мир. А вот очередной торопыга отконектился, к сожалению. Ну, кстати, остальные два игрока доиграют практически до конца. Один отконектится, когда будет понятно, что он уже проигрывает. Ну, вот немец, когда я в итоге завоевал уже, отвоевал у компьютера немецкие города, видимо, ему просто не повезло с расстановкой. Потом дальше увидите, когда я буду завоевывать их в Берлин. Но вообще, если вы собираетесь играть онлайн, будьте добры, доигрывайте до конца. Потому что ваши выходы, они меняют всю тактику игры. Так, я дальше мысль разовью чуть дальше. Все, я построил великую библиотеку. Теперь в столице спамлю поселенцами. Первый, третий и четвертый поселенец. Два поселенца подряд встрою. А здесь открываю философию. Вот добрались до нашего, понимаете, до наших гробниц, так нужных нам. Тут и очередные соушал-полиси подоспелы. Я решил взять бесплатного рабочего, хотя можно и репаблик взять, который увеличивает производство в городах. Что, в принципе, тоже неплохо. Это тут уже зависит от вашего стиля игры. В любом случае, следующее, соушал-полиси, та самая, плюс четыре культурных здания. А это значит, что надо сейчас за это время нам построить два города и в них два монумента. Да, пожалуй, репаблик я бы брал, если бы с кем-то воевал и нужно было бы быстро строить войска, тогда брал бы репаблик. А так, рабочие предпочтительные, тем более, что за немцев сейчас компьютер играет. Вот еще и у Флоренции стырил рабочего. Три рабочие – это высшие крыши, в принципе. Больше, я думаю, даже можно и не строить, и не понадобится в течение игры. И не забудьте, конечно же, заключить мир сразу с Флоренцией. Ну, мы же не злые какие-то. Как видите, немцы, вот вверху справа немцы поставили свой город рядом со мной. В принципе, это первая цель для завоевания Гамбург. Вот его после окончания нашей стратегии будем завоевывать. Вот, открыли железо. Вот, рядом, как видите, всего два города стоит, а уже железо появилось, собственно. Ну, и дальше уже по вашему стилю, как вам нравится. Вот я решил к колесу идти, потому что там водная мельница, увеличивающая еду и производство. И плюс еще египетская колесница, хотя это не самый лучший юнит, на самом деле. Я лично, по-моему, даже в этой игре и не строил. Да, по поводу рабочих. То, что у меня три рабочих – это, на самом деле, счастливое стечение обстоятельств. По-хорошему, эта стратегия работает даже, когда у вас нет ни одного рабочего. Они не обязательны. Вы построите четыре города, ну, уйдете в какой-то минус по счастью, но успеете поставить эти четыре гробницы, и у вас будет четыре города с положительным счастьем. А потом уже построите или добудете рабочих, которые еще улучшат вашу сеть. Кстати, интересно, чем занимаются мои соперники, вот, атаманы и египтяне. Вообще, меня удивляют египтяне, которые так нехило отстают в развитии. Явно чувак идет на то, чтобы спамить чудеса. Но почему он тогда дал мне великую библиотеку построить, непонятно. Каким, да, в столице построили поселенцы, и последнего четвертого теперь начинаем строить. И на этом спам закончим. Каким макаром я его обогнал? Хотя я не в традициях не принимал полиси, которые добавляют к строительству чудес. Не добавил мрамор к себе, который тоже добавляет к строительству чудес, ускоряет. Не знаю, что он там делает. То есть вы в будущем увидите, что он большинство чудес построит раньше меня. Но он вообще к этому стремится. А я-то не стремлюсь строить чудеса. Я буду вести захватническую политику, убивать все живое и захватывать все, что вижу на своем пути. Честно, я не понимаю, как в онлайн можно играть на строительство чудес. Это дорога в никуда. Я не знаю, как таким образом... То есть несколько важных чудес можно построить, но заниматься постоянно, то есть делать из этого стратегию, это очень странно. Кстати, в комментариях к предыдущему видео у меня многие спрашивали, почему не надо строить чудеса в онлайне. Ну вот сейчас вы увидите пример, почему их не надо строить. Зачем не надо заниматься таким спамом чудес? Пришло время основывать третий город. Как видите, до принятия по лесу осталось три хода, после основания четыре. И тут я подумал, что вряд ли успею построить монументы. Вот поэтому быстро взял двух своих рабочих и отправил валить лес рядом с элефантей, чтобы хоть с помощью леса можно было успеть закончить монумент. Уже не говоря о том, что у нас еще четвертый город. Он, правда, увеличит принятие полиси, но все равно можем не успеть, все впритык. Это я к тому, что вы постоянно должны контролировать время принятия полиси и строительства монументов в ваших городах, чтобы успеть один к одному. Это очень важно. Исследуя пока немцев, видите, хотел отобрать у него рабочего, но потом решил, что он нафиг нужен, а лучника моего могли там и найти. Вот и четвертый поселенец подоспел, отправляя его основывать город, и за ним рабочего рубить лес, чтобы быстрее был построен монумент. Во всех наших городах можно начинать строить здания, увеличивающие рост населения, потому что скоро нам привалит куча счастья, и надо как-то этим воспользоваться, чтобы побольше народу было. В это время мой лучник добрался до столицы немцев, и, как видите, местоположение замечательное, особенно для атаки. Я дальше столько положу там своей пехоты, своих длинномечников. Ой. Но вот, как видите, осталось два хода до принятия полиси, значит, надо на следующем ходу уже основывать город, из-за этого я его не очень удачно основ... Осную... Осную? Боже, как-то по-русски. Ну, это не важно особенно. Все остальные три города у меня замечательно стоят, а рядом с этим будет еще и там какое-то природное чудо, которое будет бонус давать. Главное, что мы успеваем построить четыре города, и в них четыре монумента. Вообще, надо было бы этот город на берегу ставить, но я решил, что раз это Пангеи, мне корабли не понадобятся, и на самом деле были небольшие проблемы в будущем, было не очень удобно. Ну, вот, четвертый город построен, остается три хода до принятия полиси. Мы явно монумент тут не успеем построить, но зато мы его сможем купить. Он стоит 200 золотых, у нас уже 307. Так что, вот я ступил, что его сейчас не купил, а только сообразил, по-моему, через несколько ходов, на следующий или через один, только зря молотки потратил. В это время другой египтянин Лоло построил висячие сады. Но это ему все равно не поможет, даже по населению я буду его обгонять, естественно, потому что такая стратегия, когда вы четыре города строите, а потом еще получаете бонус к счастью, ну, это к росту городов просто замечательно для роста. А, ну вот, кстати, вы обратили внимание, я купил монумент, все, у нас монументы во всех городах-то построены, и никакие висячие сады с этим не сравнятся. Блин, нафига вам плюс к яблочкам, если у вас нету счастья? Понимаете? Да, это вот опять же к вопросу о том, почему не надо строить чудеса в начале игры. Ну, а мы тем временем, в общем-то, добрались до нашей цели. Следующим ходом мы примем так нужную нам полиси, и получим четыре гробницы в наших городах. Итак, may adopt the policy, legalism provides четыре гробницы. Вот, как видите, сразу плюс восемь к культуре и шесть счастливых чуваков. Это огромнейший стимул к развитию всей империи, тем более, что вы уже имеете четыре города построенных, которые будут вам приносить плюшки впереди. Давайте я теперь только в общих чертах скажу, как развиваться дальше. По поводу полиси я добиваю до конца либерти, там все очень вкусные плюшки, и иду по традиции, по тем social policy, которые добавляют к росту, дают плюсы, до тех пор, пока мы не сможем принять рационализм. Как только дошли до рационализма, как только можем его принять, переключаемся на рационализм. Это сразу куча плюсов к науке, к тому же счастье от всяких университетов, научных построек, и вы король игры. То есть идет буст на науку, на рост населения и на науку. Параллельно с этим клепаем войско, в данном случае упор на мечников, длинные мечи и так далее, и захватываем все вокруг. Вообще можно двигаться дальше по стратегии спама городов. Я могу сказать, что 7 и даже чуть больше городов эта стратегия выдерживает только в путь. То есть, ну, смысл это довольно известная стратегия, то есть вы строите города, окружаете их торговыми постами, чтобы они приносили больше золота. Ну, соответственно, там ставите вот эти вот гробницы, тоже строите уже, уже строите, а не бесплатно получаете. И имеете хороший буст для экономики. Но я предпочитаю не строить города, а захватывать. Поэтому дальше давайте ретроспективненько, быстренько пробежимся по моим завоеваниям. А описание, что зачем строить, как всегда, в таком, в планчике, как и в первом видео, будет в конце этого видео. Посмотрите, вот тут должна ссылка по этому поводу возникнуть. Из-за местности города немцев я штурмовал долго. Из-за гор, из-за... Ну, в общем, вот Гамбург только к 73, то есть 30 ходов прошло. Ну, Гамбург я завоевал более-менее малой кровью, а вот Берлином я... с Берлином я потом мучился. Более того, я на него плюнул в итоге и решил сначала завоевать какой-нибудь город-государство. Вот ближайший оказался Квебек, и он стал частью Египетской империи, марионеткой Египетской империи. Но обратите внимание, что у меня 11 счастья, то есть, несмотря на все мои завоевания, счастья мои жители не перестают радоваться моему мудрому руководству. Потом была вторая попытка захвата Берлина. Ну, вот посмотрите на его расположение. Я могу только с двух сторон на него напасть. Причем одно место через реку, то есть у меня уже минус к нападению на город. Все вокруг окружено горами. С той стороны я не могу подойти слева, потому что горы надо долго обходить. По морю не могу, потому что у меня еще не открыта возможность плавания. В общем, я тут потерял несколько своих длинномечников. К сожалению, малой кровью не удалось взять Берлин. Кстати, интересно почитать ваши мысли, как бы вы воевали на такой территории, как бы вы захватывали. Может, вообще надо было его не захватывать, бросить. Ну его нафиг. Ну, в общем, на 111-м ходу я его взял, постоянно отводя в сторону раненые юниты. Ну, вот видите, с этим мы мечником явно распрощаемся, зато на его место встанет здоровый и следующим ходом уже захватит Берлин. Интересно, что я до сих пор не знаю, где находятся остальные мои два соперника, потому что моего разведчика уничтожили атаманы. Вот видите, там справа внизу, вот до туда он дошел. Там виден кусочек атаманской империи, но непонятно, это какие-то их главные города или еще что-то. А где египтяне, которые, как вы видите, к этому моменту вышли на первое место, вообще непонятно. Ну, пускай не смущает это первое место, это только за счет чудес. То есть чувак постоянно строил чудеса. Сейчас я захвачу Берлин и почти на 100 очков его опережу. После Берлина я завоевал Кёльн, который просто был на пути к моим остальным завоеваниям и удобный плацдарм для моих войск. И после захвата Кёльна я заключил мирное соглашение с немцами и больше о них просто и не вспоминал. Мне остальные города, а у них, собственно, один он остался, Мюнхен, не нужен был. В поисках египтян я уничтожил один их город. Вот они тут пытались, видимо, сделать плацдарм, но пришел я и Ахетатен был уничтожен. Заключил соглашение с несколькими городами-государствами. Ну, стал их Элиет, как это на русский переводится, сузереном, союзником. Но параллельно с этим все остальные города-государства, в которых я не был союзником, объявили мне джихад. Сказали, что я очень страшная нация и, типа, все объединились в борьбе со мной. Ну, мне как бы пофигу на самом деле. Вот здесь, как вы видите, я уже довел свое войско до границ Египта, до основных границ Египта. Пытался захватить Ханой, чтобы он у меня был плацдармом. Но, удивительно, мне не дали атаманы. Вообще, игрок, который за Атаманскую империю играл, очень странно. Я не знаю, на что он рассчитывал. То есть, он, видимо, у него была тоже стратегия дойти до уникального юнита атаманов, а это конные. То есть, чем-то похоже на стратегию из моего первого видео. Причем одним городом. Но он как-то очень слабо развивался. Вот видите, у него 268 очков. Это, ну, я не знаю, что он там делал. И тем более он должен был не со мной воевать, а захватывать больше городов-государств и воевать с Египтом, который у него соседей. То есть, зачем он накопил эти войска? Для чего? Чтобы против меня воевать? Так я пришел из очень далека. Ну, ладно, ты уничтожишь всю мою армию, но я же еще наклепаю, а ты никак мою экономику не подрываешь. У меня экономика заточена под строительство армии. И в любом случае, я в следующий раз наклепаю больше и приду, чтобы с тобой рассчитаться. А ты одним городом. Вот у тебя есть эти войска? Сейчас пройдет их время, и все. И нация готова. Если ты строишь армию, ты должен ее использовать для захвата городов. Все. Это главный смысл игры через военную стратегию. Если ты, блин, этой армией бегаешь туда-сюда, то... Ну, вот он захватит Ханой в итоге, и все, и на этом остановится. А потом я приду и захвачу его столицу. То есть, оказалось, вот то, что внизу справа беленькое, это его столица, Стамбул. И, в общем-то, сейчас я уже перейду к концу всей игры. Просто расскажу, что я набрал побольше войск, перевез их через море, а не по суше. У меня к тому времени был уже открыт уголь, по-моему. Я не помню, какая там технология, за счет чего мои сухопутные войска могут по морю на четыре клетки перемещаться. То есть, очень быстро перекинул к его столице, захватил, ему даже не помогла Великая Стена. Он очень отставал в развитии, захватил, а потом уже из его столицы как плацдарма разобрался с египтянином. Вот давайте я сейчас переключу на последний кадр. Вы сейчас видите демографию, по всем параметрам я своих противников превосхожу. Видите чат, в котором египтянин признает за собой поражение, говорит, что я хочу спать, но тут понятно, что без вариантов для него моя закаленная армия стоит у его границ, а все новые и новые юниты прибывают, он просто не сможет мне сопротивляться. В общем-то, на этом все. Я думаю, надеюсь, точнее, что стратегия будет вам понятна. Четыре гробницы, играйте за египтян. Меня зовут Леша Халецкий, подписывайтесь на мой канал Леша Играет. Собственно, чем больше подписчиков, тем больше видео. Ну и критикуйте, комментируйте. Мне нравится спорить с умными людьми, которые находят другие пути, потому что в спорах рождается истина. Все, удачи вам, пока.